Уважаемые зрители, сегодня наше сердце наполнилось горечью и печалью. Мы обращаемся к вам с тяжелыми новостями, которые потрясли нас до глубины души. 2024 год, начался для нас временем потери скорби. Кажется, что январь принес нам только грусть, а февраль, только взглянув на календарь, окутал нашу страну горем. Сегодня, в возрасте 89 лет, в Москве скончался не просто актер, а настоящая эпоха, икона советского и российского кинематографа, народный артист СССР Олег Басилашвили. Имя этого великого артиста написано золотыми буквами в истории нашего кино, и это не преувеличение. Олег Басилашвили создал множество неповторимых образов, став настоящим мастером актерского мастерства и перевоплощения. Кто же из его персонажей останется в наших сердцах навсегда? Скромный Юрий Самохвалов из служебного романа, трогательный Платон Рябинин из вокзала для двоих, загадочный Воланд из Мастера и Маргариты. Ни на кого не похож, ведь каждый образ Басилашвили был уникален, а реализм достигался благодаря великому мастерству этого актера. Его успех пришел, вместе с отрицательным героем Юрием Самохваловым, из служебного романа. И хотя персонаж был не самым положительным, артист завоевал множество поклонников. Олег Басилашвили, это столб советского и российского кино и театра, его роли неповторимы. Любимый зрителями Андрей Бузыкин из осеннего марафона, умный Платон Рябинин из вокзала для двоих, загадочный Воланд из Мастера и Маргариты. Его голос, это символ, он всегда узнаваем, проникающий и запоминающийся. Басилашвили начал свою актерскую карьеру в театре и кино еще в середине 20 века. После дебюта в фильме «Невеста» в 1956 году, он столкнулся с несколькими годами затишья, пока не стал признанным благодаря роли Лохновского в «Вечном зове» в 1966 году. Этот успех открыл ему двери к новым предложениям и привлек внимание режиссеров к его таланту. Сотрудничество с Большим драматическим театром под руководством Георгия Товстоногова стало для него особенно значимым. Там Басилашвили развил свой талант в создании ярких комедийных образов, и его актерское мастерство приобрело новый уровень. В кино же он стал настоящей звездой благодаря фильму «Служебный роман», где его игра принесла ему всеобщее признание. Олег Басилашвили оставил неизгладимый след в истории российской культуры. Его образы и его талант будут жить в сердцах зрителей навсегда. В 1979 году Басилашвили поразил зрителей своим участием в фильме «Осенний марафон» режиссера Георгия Данелия. Этот фильм позволил артисту продемонстрировать свою универсальность, играя абсолютно разные образы. На съемочной площадке он встретился с такими легендами кино, как Наталья Гундарева, Евгений Леонов и Марина Ниелова, создавая вместе неповторимую атмосферу и запоминающиеся образы. Еще одним ярким событием в карьере Басилашвили стал фильм «Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова, выпущенный в 1982 году. В этой картине он воплотил образ Платона Рябинина, который принес ему новую волну славы и популярности. Эта роль была необычайно яркой и чувственной, показав всю глубину таланта Басилашвили. В 1985 году он сыграл роль полковника Костенко в многосерийном проекте «Противостояние», где его персонаж преследует нацистского преступника, проявившего особую жестокость в годы войны. Эта роль подчеркнула актерский диапазон Басилашвили и принесла ему новые почести и признания. Несмотря на кризис 90-х годов, который затронул многих артистов, Олег Басилашвили продолжал сниматься и успешно реализовывать свой талант на экране. Он не оставался без работы, участвуя в таких фильмах, как «Предсказания и сны», где он воплотил образы главных героев с неповторимой глубиной и эмоциональностью. В 2005 году он сыграл одну из самых ярких ролей в своей карьере «Мрачного Воланда» в экранизации «Мастера и Маргариты» по произведению Михаила Булгакова. Этот образ был очаровательным и загадочным, и Басилашвили с легкостью справился с его сложностью, подтвердив свой статус великого актера. В последние годы его активность на экране снизилась, но его творческий вклад в отечественное кино остается неоценимым. Все его роли, каждый образ останутся навсегда в памяти зрителей, ведь он был не только великим артистом, но и настоящим символом российского кинематографа. Олег Басилашвили и его супруга, также талантливая актриса Татьяна Доронина, оставили неизгладимый след не только на сцене театра и в кинематографе, но и в сердцах миллионов зрителей. После успешного дебюта в кино и театре, Басилашвили стал истинной легендой. Его голос, его манера игры, его способность воплощаться в самые разные образы, делали его уникальным и неповторимым. Он не просто играл роли, он становился ими, живя каждым персонажем на сцене и перед камерой. Помимо своей актерской деятельности, Олег Басилашвили был известен также как общественный деятель и человек, открыто высказывавший свои взгляды на социальные и политические вопросы. Его голос имел вес в обществе, и его мнение всегда вызывало интерес и уважение. Сегодня мы прощаемся с великим артистом, но его творчество и его дух будут жить в наших сердцах навсегда. Олег Басилашвили останется в памяти, как один из самых выдающихся актеров своего времени, чьи образы продолжат вдохновлять и волновать поколение зрителей. Мы выражаем искреннее соболезнование семье и близким Олега Басилашвили в этот трудный момент. Пусть его светлая память останется с нами навсегда. Несмотря на то, что последние годы артист редко появлялся на экране, его имя оставалось ярким символом кинематографического и театрального мира. Олег Басилашвили продолжал быть объектом восхищения и уважения со стороны коллег по цеху и поклонников искусства. В 2015 году артиста пригласили на съемочную площадку киноальмонаха «Без границ». Его участие в этом проекте стало своеобразным возвращением к искусству и подаркам для поклонников, которые с нетерпением ждали возможности вновь увидеть своего любимца на экране. Басилашвили всегда был не только выдающимся актером, но и человеком с яркой индивидуальностью и принципиальными взглядами на жизнь. Его участие в различных проектах всегда придавало им дополнительный вес и глубину. Сегодня, когда мы прощаемся с этим великим творцом, мы помним его как непревзойденного мастера актерского мастерства, чьи образы запоминаются и вдохновляют нас. Его присутствие в мире искусства останется вечным, а его талант и дух, будут жить в наших сердцах навсегда. Светлая память Олегу Басилашвили, который стал не просто артистом, а истинной легендой, останется с нами навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok